В этом суде была заказана вина российских властей. Они виновны в территориальном захвате украинских земель, в захвате Крыма, в развязании войны на Донбассе. Они виновны тем, что в своих необлашенных поздных войнах по всему миру пытаются установить тоталитарный режим под доминированием России. Они лезут везде и геноцидом выбивают целоселение. Мы это могли надлежать в Чечне, в Абхазии. Сейчас мы видим это в Украине, в Дагестане, в Сирии. Везде политика и интересы российского государства доминируют над жизненными людей. В частности, над жизненными людей, которые являются коренным населением тех земель, которые им интересны, отвечают и государственным интересам. Поэтому в этом есть вина российских властей. В этом суде не была доказана только моя вина. Я офицер украинских вооруженных сил. Я имела полное право защищать свою землю. Я исполняла свой долг. Вы не судите ваших ветеранов Второй мировой Великой Отечественной войны. Но не судите почему-то только ваших. За то, сколько людей они убили, защищая свою землю. Вы не имеете никакого права судить меня. Я не знаю, сколько будет длиться еще все это действие. Но я хочу сразу сказать. Если будет такая ситуация, как была с прокурорами, когда они запросили на пленение три недели, то я сразу ставлю для этого механизм защиты. Если суд берет больше двух недель на вынесение приговора, который и так продиктован сверху, и так уже давно записан, то я увлечаю в сухую голодовку с завтрашнего дня, и приговор вы будете выносить непосмертно без меня. Я не считаю нужным ждать какого-то обмена. Если вы хотите политически решить это дело и взять своих двух виновных, грушников, за одного невинного, то это слишком много. Надо было сенсово больше поменять на грушников. Я не предмет торга. Я не виновный человек. Моей вины здесь не доказано, и доказано быть не может. Поэтому никаких обменов, никаких торгов и никакого затягивания времени я ждать не стану. И самое главное, суть, обращение к вам. Создайте вы, пожалуйста, прокурорам столько, сколько они просят. Ни днем больше, ни днем меньше. Все 23. Не надо давать больше или меньше, чтобы у них было время на какие-то конституционные жалобы и обратно-таки затягивание времени. Вы уже доказали, что вы не начали сгибнуть. Вы уже доказали, как Россия может опозориться на примере одного человека. Вы меня не половали, вы меня не положите никогда. Поэтому давайте заканчивайте это все в максимально сжатые сроки. Я больше ждать не буду. Не вы мне жизнь давали, не вы владельцы над моей судьбой. И не вам ее решать. Если будет больше двух недель, я ждать приговора не стану. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!